Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! С вами, как обычно, Вуди. Энтер! И на ваших глазах мы будем обозревать карту. Карту Бак Вуди. То есть это такой варкап, который проходил не так давно. И, в общем, такая классная карта. Да, проходил с 3 февраля по 10, собственно, обычно... 18 года, если что. Ну, как обычно, с субботы до субботы. На данный момент уже стартовал следующий варкап. О нем мы расскажем в конце, как обычно. Ну, и такая вот карта. Достаточно такой динамичный комбо-ран, но в основном состоит из плазмы. И давай, Энтер, покажи нам, что тут есть. Хорошо, хорошо. Что тут есть? Мы начинаем, мы появляемся вот здесь вот по центру. в начале карты. Мы видим то, что здесь большой такой коридор. Нам дали 200 плазмы. Две ракеты. Три ракеты. Две гранаты. И все. У него ничего больше нет. Начинаем идти вперед. Видим то, что здесь начался старт. то есть мы пересекли старт-триггер. Он где-то, видимо, здесь располагается. Можно даже посмотреть. Вот, я полосочку вот эту пересек. Здесь начался старт. старт. То есть, и дальше он начинает за счет. То есть, если я сразу покажу, наверное, то, что если войти вот сюда, в угол, то старт начнется. А если воткнуться, то вот так не начнется. Здесь, ну, тут, в общем, да, он не обнуляется, и... Я, к сожалению, не запускал. Не знаю. Посмотрим. Что здесь есть? Здесь вроде ничего нету. Здесь наверх вроде... Туда влезть вроде нельзя. Вверху зацепиться. А вот туда можно. Можно туда можно зацепиться, да, но здесь уже старт начнется, поэтому это вам ничего не даст. Здесь вроде бы ничего нету. Интересно. Никуда не залезть. Вот можно залезть вроде как на эти выступы, но здесь тоже ничего интересного. Как бы только потратим ракеты. Так, ползем. Идем вперед. В принципе, все. Мы тоже. Стенки, вот эти вот арки такие прикольные. Трубы, что ли. Галочки. Классно сделано. Дизайн хороший. Ну, бак, в принципе, слоился своим дизайном. Слоится, почему? Ну, и он. У него все карты такие очень детализированы. Спереди мы видим рампу, которая нас должна подкидывать вверх. Чего там ползу наверх? Ну, как? Нормальные люди все. Все же умеют по рампу использовать. В ВК-3, кстати, она нельзя как подкидывает. В ВК-3 должна нормально подкидывать, если ты прям перед ней приземляешься. Но мы купили вот этот вот спейсинг, подгадывать это, конечно, ужас, мне кажется. Ну, мы в демках вы тут лишних посмотрим, как нам учились. Ну, здесь как поднимаемся. Если вы начинающий, то вот видите уголок, чуть выше уголка, направляете взгляд, ну, не очень высоко, а вот прям уголок. Нажимаете прыжок, выстрел и все, и везде. Кстати, включить стрелочку. Опять. Ээээ, не та кнопка. Дев, сейчас... Я забыл, что. 0. 0, ага. Драв, 1. Вот с перестрелочки видно. Дев, сейчас 0. Эээ, я забыл. Лейбл Ковар. Для... Что это? Что это? Я цвет хороший, хочу поменять. А, 0. Фонт... Че там? И... Лейбл Ковар 7. Ой, они слишком яркие. Че-то не то сделал. Фонт Ковар. 7. Лейбл Ковар 0. Что-то я не то делаю. Вот, ура, получилось. Итак. Я тут с кнопками, в общем, замучился с командами. Мы залезли наверх, мы видим то, что... здесь такая, короче, лава по лакам. Которая нас телепортирует сюда же. Тут у нас какой-то выступ сверху. Интересно, че там? Сейчас я посмотрю. Здесь у нас ракета. Одна. Дают один патрон все дают. Она располагается очень неудобно, мне кажется, туда просто так нельзя лезть. Придется тратить кучу времени. Да, но может быть, для ВК-3 это будет резонно. Плюс один рокет. Может быть. Но надо демки потом смотреть. Здесь, в принципе, ничего такого больше интересного нету. Просто такой... Дорожка. Лава такая немножко не способна. Немножко не способна. Немножко не способна. Ну, я не знаю, как сказать. Зайны этой карты. Тут можно, да, просто интерес. Хорошая детализация. С ракеты точно можно. Можно из плазмы, наверное, если там удалиться бустануть пару раз. И вот туда пропрыгать. Но это, я думаю, не очень много даст. Потому что там стенка, там неудобно будет забираться. Здесь мы видим хейст, который дается на 5 секунд. Как мы видим. И кончается. И потом опять появляется. И пады. Пады, пады, пады. По которым мы прыгаем, прыгаем, ползем вперед. Дальше. Мы попали в большую-большую комнату с кучей всяких лампочек, стеночек непонятных загогулина, которая здесь стоит. А что это такое? Это кнопка. Так, если не залезть. Она взяла ухода. Если нет, забейте. Сейчас. Не знаю, если в этом смысл. Ура, и залез. Так. И чё? Чё, он зашёл? А он джампад там в саде. Да, джампад, окей. Так, тут есть выступ. Джампад нас кидает. Куда? Вот сюда. На падике. Да, спокойно мы можем до сюда запрыгнуть. Дальше. Второй падик. Как я тут обыдену? Начинал в начале. Сейчас. Вот он, рампа есть. Ну и туда. Джампад скорее всего будет три дорожка, а рампа будет, собственно, цепи. И хрень, которая ничего не делает. Я сначала думал, что здесь проход дальше, типа телепорт, все такое, всегда забираться надо. Камон, смотри-ка, у тебя пад вылез. Он перед тобой, перед тобой прям. Где, слева, вышел. А чё его нет? Почему его не было раньше? Куда он длился? Чё это такое? В общем, интересно, карта. А чё нужно сделать? Чё? Реально, чё надо сделать, чтобы он вылез? Не знаю. Ну, наверное, на пад на тот залезть, на который ты с плазмой забираешься. А, у меня кончился с плазмой. А, здесь не набрать нигде. Не. Блин, я ещё быстренько доползу до туда. И посмотрю, где он появляется. Ползин, 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 ползин. Прибим, прибим. Да, такой прям вот здесь на всю, когда сюда заходишь, он появляется. Чтобы нужно было бы забраться и упасть вниз. Ну, ладно, это не знаю для кого. Ну, это, видимо, ты так же выдвигаешь кнопку и делаешь уже по ЦПМ пути. Так, здесь у нас чё? Здесь у нас ничего. Никакая-то фиговина. Если вы успели заметить, когда вот эта штука двигается, здесь эта фиговина тоже двигается. То есть, это такая кнопка, вот эта большая, которая нас выдвигает эту вот, вот эту вот стеночку. Влезем к ныне. нам дали нам что-то дали. Плазма дали. Плазма дали. Тут показать сразу два варианта. Да-да. Я как бы начинал вот так. И гонату и плазму. Переходим к ныне. Такую стеночку. И так и плазму вверх, пока пока не убьемся. Вот залезли на самый верх. То есть, здесь главное при подъеме переключиться на боковую стенку, потому что от переднего мы падем вниз. Давай, наверное. Нет. Стой, страшно. Что-то с микрофоном у тебя. Не слышно его, что ли? Шумел. Шумел. Лучше. Вариант номер два прохождения это это если мы вдруг прыгнем туда, то мы заметим то, что есть буквы в ГГОРИТ. Как бы в физике себе можно, вот как я сейчас сделал, но это немножко сложнее, потому что проще всего упираться в углы. Можно также выдвинуть вот эту вот, вот эту вот загогулину, рукоятку, и упереться в этот угол, чтобы сделать и с него, естественно, подняться наверх. Сейчас мы будем еще раз убирать. Идь. Вот можно и с другой стороны подниматься. То есть мы убираемся в стенку, плазмам, плазмам, плазмам под 71, наверное, 72. И залезаем наверх. В принципе, вот мы залезли наверх. Здесь нам дали опять плазмы много. Да, дают по 200 плазмы нам постоянно, чтобы мы ни в чем себе не отказывали. Что мы видим спереди? Вот такую вот стенку и какие-то непонятные штуковины, которые... Ну, видимо, здесь надо по бокам проходить. Можно попробовать вот здесь по вот этим штуковинам пройти, если у вас плохо стенка получается. Ну, это тоже не так просто, но можно. и дальше опять прямая. То есть, по идее, это маппер, я так думаю, планировать как-то как-то то есть, мы прыгаем и в плазмах на стенке как-то пьет. Вот, в принципе, здесь ничего больше интересного нет. Ну, сбоку можно вот эти рампочки, по этим рампочкам можно прыгать, в принципе, но это, ну, смысла какого нет. Ну, да, смысла этого особо нет. Да, еще одна рампа, которая у нас тоже должна вверх подниматься, поднимать. Здесь с боков ничего нету, залезаем, лезем вверх. Лезем, лезем, лезем. Кто такой лезем? А, добрался, кое-как. 2280. Высота. Здесь у нас нет никакой стенки, то есть мы укремся в потолок, если будем дальше плазмить. То есть у срезания уголка. В. В, значит, Вуди. А, ну да. Ну, ну да, это Бак Вуди, Жакарда. Здесь нам дали плазму. Плазму. Пакет не дают? Нет, не дают. А жаль, да. Там, кстати, если просто с плазмы, с, ну да, здесь не получается, можно гранату кинуть вон там вот уголок куда-нибудь. Ну да, или сюда кинуть и как-нибудь просто с гранатой и плазмы добрался наверх. Так, здесь мы видим, здесь есть что-нибудь? Очень детализированный пол мы видим, который помешать может сделать нам блажан построчить. Он закреплен, что-то он закреплен. нет, нет, не запиши, я не могу провалиться вниз. Не знаю, оказалось, а сбоку, ну-ка, прям сбоку. Нет? а внутри клип, а я все время вот это думал, что я буду там провалиться. то есть, как бы здесь клип, опять рамп, рампа и опять подъема вверх. залезли. Здесь опять такой коридорчик и такой крутой телепорт, офигенный телепорт, кстати. Выглядит, классно моргает, классно, крутится. Вау, вау, вау. Баг частичный, думаю, сам даже его сделал, нарисовал, что он очень любит такие штуки. Фиолетово, синие, розовый, красный, не знаю, разноцветные, всеми цветами. Так, зайдем, зайдем, нечистить обратно, страницы. Что-нибудь изменится, интересно? Попадешь в другое измерение. Ничего не изменилось. У нас появился плюс один ракет. Было три, опять. то есть по идее где-то вот в этом месте нам дают ракеты еще одну штуку. Тоже, точно одну? Три, два, один, ноль. Да, один, просто один ракет и все. Сейчас еще дадим. Ну что, мы видим стенку, по которой надо плазмить и все. Здесь по-другому видимо никак не пройти. Ну что, переключаемся на плазму, ставим под углом, либо вот так вот, либо вот так вот, и прыгаем плазмом. Поворачиваем и в общем пытаемся пройти эти 200. Также, если ну, можно и ракетами кстати это все проходить. Ну ладно, чуть-чуть позже сейчас побыстрее проходить. Дальше повороты, повороты, прямые. Здесь тоже нет угловой стенки, то есть нужно не спрыгать. Упали. и еще один большой кридор. То есть карта длинная, я уже 7 минут или пытаюсь пройти. Да, достаточно большая, достаточно объемный. Да, заплазнули наверх и здесь мы видим падение вниз сморгающей буквы R. Интересно. Как нахуй? Нет. Не, я, я бы с... Ого. Ааа, здесь не ловится. Уф-то нет. Так что играйте сэр через джумпад. Да, это джумпад. То есть он нас кидает вверх. Обувь нет, оно ладно, что-то делать. Тут можно либо ракет наперед запустить в этот джумпад, либо просто просто его ловить и плазма здесь везде много. Как-то по-другому пройти, я даже не знаю, что здесь можно сделать. Здесь мы видим два прохода. Налево и направо. На наборе горит буковка J. Попробуем с этой стороны. Пыжок. Разные высоты, кстати, говоря, там. Да, высоты и разные, видимо, скорости. Здесь 1220, а там было около тысячи. Ну да, скорее всего, вот это для вокруг 3, здесь скорость поменьше, а там для CPM скорость побольше. да, 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 ну, это айтем брои. То есть мы прыгаем, после касания нажимаем прыжок и долетаем куда-нибудь. Ну, а кто не знает, что делать, может посмотреть гайды. идее, такая скорость нужна для того, чтобы можно было как-нибудь ракет наперед запустить. Ну, я не знаю, сколько это можно, можно и посопложно сюда залезть. Еще один телепорт. Ой, здесь нас собрали все. И мы войдем в телепорт. Прямая такая. Буфуга. Да, нам дали 200 буфуги и все, все это социальное забрали. Ну, что ж, я потихоньку буду ползти вперед. Можно, конечно, буфугу все это в стенки всаживать. Ну, естественно, придется. Поворот наверх. Поворот наверх. Тут идет поворот на... На-на-на-на-на-на. Да, ну, вперед и налево. То есть, если поворот налево, значит, желательно справиться. Мы как раз когда вылетаем. Здесь поворот еще раз налево. Потом мы опять вверх и уже направо. То есть, ну, здесь видно коротенький такой. И прямая с... со мной. Да, с вуди в этом пиксель сказать пигни пикселяр. Ладно, в общем, это, это будет. Кто-нибудь не знает. Так, ну что, ты будешь показывать? Ну, давай, я попробую. Да, давай. Показывать, что здесь есть. В общем-то... Как можно быстрее, чем у меня пройти? Чем у тебя? Да. А у тебя просто ГБ. Нет, как можно быстрее, чем я сейчас показывал пройти. Ну, вообще, у нас есть прямая, есть три ракеты, которые, скорее всего, понадобятся потом. Позначит их, нежелательно выстреливать. На старте, по крайней мере, за все 10 минут, которые я пробовал пройти карту, мне дали только один раз рокет после телепорта. И все. И потом... И все получается, у нас четыре ракеты. Есть две гранаты, есть много плазмы, но, я думаю, выкупы, допустим, можно и с ракетой, да, вариант посмотреть. То есть, ты начинаешь с ракетой, там, может быть, как-то... И все. А, ну, можно гранату, с ракетой, затаймить, и, собственно, туда вылететь, да, после беку 3. ЦП, в принципе, все дело стоит немного очевиднее для тех, кто умеет делать в грант пусты. Это точно не я. И таким способом добираться до этой рампы. И еще самый важный момент на этой карте это то, что рампы ниже прыжка. Да, то есть, это прям и сама большая была головная боль. И только головная, потому что иногда ты, проходя карту, просто прыгал на эту рампу и не получал совсем вертикальной скорости. Ну, вот как сейчас не получалось. Нет, нет. Или кто поближе. Ну, в общем, да, я думаю, это встретится и, может быть, даже увидим темпку с каким-то таким косяком на рампе. Ну, посмотрим. В общем-то, сам очевидный для ЦП, для ЦПМ вариант, это вот полностью пробустить, либо хотя бы для тех, кто не умеет прямо вот так подряд делать, хотя бы один гусс на старте сделать и дальше просто застрейпить с хорошим бомбусом в виде скорости там 700-800-900 и более. Ну, если не использовать гуссы, то там достаточно первого густа на около 900-1000 и потом просто стрейф. Стрейф-стрейф-стрейф-стрейф-стрейф-стейф-там несколько опять прыжков и как бы получается дальше дабл-джамп. И опять же, если вы ку-3, то если мы тратим рокет на старте, мы можем здесь попробовать вылететь туда наверх, где как раз у нас лежит дополнительная ракета и можем восполнить свои запасы самым как бы особо не патриар. Дай, где-нибудь ее собственно использую. Действует нам 5 хи-ста наверное. 5 секунд хи-ста его набрать нельзя. Тут какие варианты? Ну, я буду про очевидные говорить, все интересное посмотрим в демках если так мы не будем прям про все рассказывать пусть будет интереснее. В общем-то тут допустим в ку-3 и цп можно пройти просто по центру за счет скорости набрать много концов и дальше попытаться заплазмить наверх и допустим на эту платформу потом делать либо можно как я видел делал enter очень интересно он брал кейст и начинал плазмить по этой стенке далее отстреливался рокетом и уже потом попадал на рамку и за счет большой скорости у него была бы хорошая высота с плазмой он сразу вылетал в дырку кстати дырку да можно было бы пошире чуть сделать здесь очень неудобно не помогать попадать но это тоже влаганная боль во-первых из-за рампы потому что она меньше высоты прыжка во-вторых после отстрела ракетой ты приземлялся куда-то не пойми куда это не очень стабильно там нет я ракета стрелился приземлялся куда-то на вот эти отпады вот куда-то между ними там не знаю на последнее на предпоследнее постоянно падал между этими падами и терял очень много да вот 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 таким вот образом поставил постоянно пылил с прохождением вот ну и я не знаю какие-то еще прохождения если бы внутри как я понимаю здесь прохождение либо с обом либо с джампадом но проще всего будет наверное по правой ну быстрее всего по правой стенке туда на прыжок в общем через правую сторону и через не уберешь что это и получится с этой с рампа подняться на самый верх зря свалился надо было прыгнуть добраться наверх можно здесь просто надо прыгнуть вот в стеночку и потом забезать на наверх собственно вылетаем потом здесь в кутри я честно говоря не представляю насколько это геморрой на вся первая комната мне кажется ну будем считать что вот там первая комната все вместе и вот эта вот вторая часть она немного попроще в целом вот эта комната она простая больше тем что тут кроме такого климба по стене ничего кроме этого ничего нету и в плане спейсинга допустим цпм то ладно можно повелять как-то подстроить выгудрит тоже в принципе я думаю было несложно можно было примерно запомнить какая нужна скорость там ну как поплазмить выше чуть ниже может как подлететь сетей склина и четко попадать здесь я тоже очень много пылил этим трамп и это вот это вот да если тут что-то в цп например когда пробовал проходить я я решил на этой прямой использовать рокет то есть после климба плазма климба я ракета стрелял на 1500 или даже больше в таком старых да ну тут еще да в цпм очень важно было не просто втыкаться на скорости в рампу а делать именно даблджамп то есть приземляться как можно ближе к ней и делать даблджамп чтобы очень быстро высоко везде плазмить это касается и первой первой рампы и второй рампы которая с трубой вверх той и этой рампы это особенно касается потому что возьмите немало даты скажем очень важный даблджамп далее нам дают кстати дали 100 плазм а по 50 дают я смогу так интересно ну да 50 плазм сблина сблина даблджамп залет наверх ну тут здесь да скорее проще всего по степке проплазмить и даться попасть телепорт здесь нам дают еще ракету здесь в принципе для цп выпрыгиваем депорта делаем бэй начинаем плазмить но это такой самый простой вариант достаточно действия что я делал вот так я начинал плазмить немножко набирал скорости набирал высоты точнее а потом сроки отстреливался у кого бусты не может делать может просто попытаться выпрыгнуть попасть к правой стенке и тоже там использовать рокет да либо вообще вот так вот сделать вообще винуя плазму допустим у кого проблемы с климбом тут с рокетом будет самое такое эффективный и достаточно сейвовые такой на верочку вариант точно пройдете далее у нас идет большой спуск вниз я лично предпочитал стрелять вниз себя кидать чтобы побыстрее опуститься потому что просто так падать не очень весело и одну ракету я использовал также здесь отстреливал в принципе я думаю просто после того звоба звоба оба потом в той комнате там отбирает все оружие и в принципе я примерно раскидывал где можно использовать эти ракеты чтобы они не пропадали и нашел такие самые более эффективные места на мой взгляд ну и здесь у нас оп в принципе можно а я вот без ракет остался можно допустим сразу начинать возьмут наверх таким образом что я хочу сказать то что как ты сейчас показал намного проще сделать через другую стенку через левую он же ближе ниже и плазмить меньше ты делаешь обы быстрее заплазмливаешь наверх точно тренироваться еще конечно я так не делал я делал другим способом я делал звук ну мне кажется хок слева намного быстрее проще ну я делал звук и со звуком конечно было достаточно проблемы потому что очень часто утыкался в потолок в этот пад ну бывало в общем такое возьмем сюда и падаем в бфу ну и по бфу где тут ничего необычного кроме все бага да кроме все бага который можно кстати и там использовать но я кстати посмотрел может быть я конечно криво делал но я вылетал с этой рампы и ну с целым багом до туда и у меня получался минус я не знаю почему может там какая-то особенность ну не так ну вообще минус может быть из-за того что потом очень тяжело к пол ну вот ты сейчас воткнулся просто в рампу ну да я пробовал даже если ты после поворота отпускаешь кнопочку присед чтобы не прижиматься к потолку и тупо стреляешь потолок тебя от него нифига не откидывает почему-то да ну там еще какое-то время ты можешь стрелять вот и он в общем игрока не хочет никак откидывать от потолка он прижимает стену а потом опять медленно набирает вертикальная скорость и не знаю как как будет быстрее ну я в общем-то тут просто по стенам стрелял потому что я пробовал с целебагом но в последней комнате наверное можно целебаг он должен быть быстрее и вот в последней комнате я единственный использовал там скорость около 6000 получалось вот и звуковое сопровождение у нас есть у меня нету подожди да я включу что там вид рестарт сделать не знаю вид рестарт и сейчас у меня карта перезагрузится целиком ооо impressive да 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 ну собственно я не знаю он мог бы мог мне кажется картинку получше найти может быть она или она у меня только у меня только в пикселях потому что пик микс ты у тебя она не в пикселях нет нормальная кстати да да а а то я думала пиксельного типа растянул знаешь на большую стену и пиксельную стоял я подумал ладно вопрос снявать я я хотел то есть быстро проходить или или как мне давать ты проходи быстро это может быть ты я быстро не смогу у меня тут чуть подлагивает ну ладно я делал по простому сначала меня потом потом по скорость сколько там я кстати у бога лично спросил почему сделал такие почему он сделал такие рампы почему все у всех наверно был но он делал для выку 3 но видимо он не рассчитал высоту там я ему объясню как нужно делать в общем как вы видели то есть я это начало начало проходил с одного буста скорость подъем наверх еще два буста в общем самое большое больше всего здесь получается здесь два буста по идее дают больше чем один как бы больше скорости больше быстрее пройдешься такое ну очевидно здесь нужно успеть за это время пока пять секунд идет хиста как можно дальше убежать чтобы быстрее проходить вот здесь можно будет попытаться попасть вот таким вот образом плазмой пролетая сразу наверх туда то есть не делая вот эти об этом не знаю не прыгай не прыгай не через джампад господи здесь самых быстрее всего получалось ну сейчас я наверно пойду с этим сопом а 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 дальше в зависимости от скорости вылета здесь тоже были проблемы если медленно вылетая что уже потерял там секунду 2 можно сделать в 10 например густ если быстро вылетаю что приземляешься вашего куда-то сюда я пробовал вот здесь как бы или вот здесь от пробовал сделать перед в принципе нормально получалось но когда приземляешься куда-то сюда то самая большая проблема потому что приходится тормозить сильно чтобы не перелететь этот краешек и из густа тоже не получится здесь не плохо чуть-чуть сделать и за проходить в общем я сделал один пуст один рокет в этой стенке здесь по моему делал просто если получалось чаще или наверное не знаю почему мне не получается это стенки и вот таким вот образом заворачивать то есть я не делал как ты буст потому что я просто не подумал но видимо это и круто как надо было делать здесь я и плавно а я еще знаешь чего подожди можешь вернуться да я знаешь еще как делал я вылетал с ракетой бывало повыше немножко да нет туда только не падает здесь приземлял делал сразу пуст там где-то на 1200 получалось и сразу туда вниз падал да то есть он не два прыжка как 1 но это я делал поначалу а потом я понял что это достаточно тяжело потому что там ну с высотой по-разному очень получалось я от него отказался по итогу но выходило очень быстро здесь я пробовал по-разному я пробовал ракетой вязать вот в эту штуковину пробовал ну это с читами или без без ладно в общем для того чтобы быстрее подняться с этого джампада тут варианта два либо создануть в него ракетой правильно и улететь потолок но либо мы при падении стараемся упасть на самые его дальние краешек и после него сразу как можно быстрее к стене чтобы по ней проплазмить таким образом чтобы правильно падать обычно втыкаемся в стенку мы двигаемся в бок потом вперед и ну или ракеты мы просто залетаем бьемся потолок потом падаем вниз дальше мы делаем или как будет со звобом или с хобом или с ракетой наперед или не знаю я делал здесь лицало еще одна ракета средне но быстро ну и в конце я не знаю что здесь еще рассказать твои детки все посмотрим много мне больше внутри дом интересно да мне тоже интересно кто не знает что такое цел баг это когда мы прилипаем к потолку чтобы прилипнуть к потолку нужно оказаться около потолка и зажим зажать присед то есть мы иметь немножко хотя бы скорости это достигается либо кважаной плазмой либо бафугой либо совмещением там кважаной плазмы скорости и бакуги не знаю чего нибудь еще ну чтож переходим к просмотру демок да давай начнем смотреть демочки так демос разные паркап варкап 151 192 начнем с его кудри подожди 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 я запутался в пап как давно не открывал так фит сапсан да 227 чё 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 так да 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 фит сапсан 227 давай смотреть play 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 на кинома не слышал этого волшебного слова от тебя от руку ты с гранатой вау словил даже граната запустил вперед две ракеты вот это самое мне кажется вот приз за оригинальность пока что я пока что сразу к нему переходит уважаемые товарищ сапсан но сразу я думал очень классный язык не знал то что там есть то что можно было просто прыгать вниз а ему бы скорости наверно не совсем а может он чипнул бы не смотри что делает ну и дальше получилось да красавчик заплазмил хорошо да да ну ладно а вот и вот 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 конца угол делаем с краешек арам прям заползнул наверх у него это была карта с таймингом гранат без зубов два бфга вот эти кстати внутри это жесть ну да но для новичков это мне кажется просто беда окей это было у нас седьмое место да поздравляем его перебил дм россия на целых 26 секунд рассмотреть play что-то у меня долго открывается дель интересах ракета начинал чуть-чуть не проходил в окно свою стенку использовал ракета чтобы залезть сразу наверх даже не брал хейст да вот он ее завод ну проходит неплохо использует там по всех принципов в целом я его и на серверах видел он очень классно играет еще и гранату наперёд почему-то заранее через право проходим вот даже даже получился звук да ну звук убавил то него небольшие проблемы тянешь дальше у нас дальше x 140 быстрее на 20 секунд вот насколько давайте смотреть play да пока разрывы у нас жесткие по 20 секунд гранаты отлично использовал рокет тоже чтобы сразу наверх заворачивать ошибок сразу с двух прыжков получилось проплазмить прошел с гранатой гранат у него больше нету дают эту гранату там еще кстати хорошим подъеме да и я использовал для вверх хорошо очень попал джампад а это кровите надо быстрее подъема финиш смысле кианекс это гравити нет чего а это гравити зашел там да просто злогинился на сервере я думал офигеть что-то в смысле душ что происходит ну ладно на секунду быстрее я не знаю прошел winter я посмотрю play тоже использовал первый ракет в начале стенку и попал обычной передрамкой д-плазму наверх ты как вовремя стал плазмить здесь может быть не все наши знали вообще что там есть ну верно я думаю тоже не знал я проходил всегда с этого с того джампа я даже не думал получился гранту наберется таймить правильно да очень закинуть ну гравити вот ты чувак достаточно матерый вот по перейти получил хороший плюс это без звоба да вот это вот а он же выкутришник гравит а это же это винт а винта же винта что это винт выкутришник намного лучше у него концовка сразу видно что выкутришник ну что знает как с бифугой обращаться выкутрия особенно по таким туннелям то есть он по спирали да кружился чтобы его от одной стены к другой так плавно набирая высоту откидывала но это очень классно мне техника такая нравится в принципе следующий кутри по другому и никогда да это undead gravity обошел винтера на 4 секунды ладно давай смотреть play да ты так же начинал стрейфом 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 стрейф прям отлично допрыгнул до краешка попал еле как в кнопку так накидал там 0 и использовал об скинул вовремя до нуля был один у тебя же не километр да нет все тогда хорошо здесь в принципе да еще ракета наперед очень очень быстро быстро залетал наверх ну и гренка наперед власть ну вообще ребята радуют гранаты наперед это не очень такое простое занятие в принципе отлично заплазменился наверх ракетов джампат и отлично залетал наверх полностью нечтей нужно спадать здесь в принципе быстро потерял мне кажется угу бфг конечно немного помедленнее да но в целом прошел быстрее хэйз россия 31 131 еще на 4 секунды быстрее давай смотреть play угол сразу на тысячу ракету с гранатой использовал еще одну ракету чтобы наверху лезть слишком много он не сможет наперед кинуть а я случайно слишком далеко промокал так где у тебя он сейчас начал классноть ааа боковую стенку ааа там сейчас сейчас так плант наперед нет нет вперед если на вперед еще это где он выше стоп вверх просто плазмой получается где 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 вот сейчас звук твой делает а уже вверх вот вернулся обратно чтобы сделать лбак вверх и здесь как раз лбак вверх здесь и бригант занимает первое место обошел на 8 9 даже секунд ну что ж давай смотри где он их срезал play давай давай посмотрим но бриган под крылом декса находится как мы все знаем и я думаю он достаточно бодренько это все прошло с гранаты стрэйф 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 попал сэкономил все три ракеты сейчас будет не будет их видать офигеть декс наверняка подсказал это просто жесть ладно призы оригиналис и дается бригану попал кстати в гранку отлично да все разговаривалось хорошо здесь тоже внутреннюю стенку он поймал все жестко конечно но это да это безусловно очень большие плюсы по сравнению с предыдущими играми поставил угол правил попал вниз он коп делал и заплазнул да очень быстро получился он он секунду наверное просрал еще на цел баги но возможно у него не получалось потом ну на финиш это можно было прилипеться к потолку там точно ну можно было но он мог же улучшить видимо у него не получалось не совсем получалось ну там еще начало проходить середину все эти град 2x и ловить граната идеально ловить там так что все сложно трудоемко было бы ну что ж переходим к просмотру cpm демок а их много 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 мы тут еще на раз два три четыре на минут двадцать десять двадцать пятнадцать шестнадцать демок на две минуты на полчаса минимум даже больше вот так как запись вроде бы идет вроде бы идет все хорошо все хорошо давай посмотрим и начинаем с минова минова минск за 2 35 cpm прохождение play так просто ракета без всего это он использовал джон паддик достаточно юное дарование поэтому пострелил претензию вылез нашел вот вот угол кстати хороший ну вот сейчас ночью 64 г но забрался достаточно быстро и раздрогнул да переплата все что нужно заплазнул наверх все хорошо угол он был неправильный сейчас были правильные две ракеты потратил на то что надо есть да но может быть он всегда их там тратил сейчас уже угол не не очень правильный не очень правильный не очень правильный почти хорошее а как а почему он почему у нас не хорошо до сми до сми до самого верха не получилось у него ничего сделал просто об смотрите ребят я могу подпишу 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 как может в принципе если побольше дфк редко встречается именно фраговских картах по стенам поэтому для тренировки особо и нету возможности следующий да из н годов у нас прошел за 1.50 быстрее на 40 даже сколько там 35 на 45 секунд play ну что ж давай play так использовал гранату вау он даже попытался забастить с этой гранаты и не получилось ну не очень хорошо полноплазным ой на это на стенах лип хейст видимо спекал за тобой когда ты получился того джамп и сквозь очень быстро поднимается кстати даже побострей чем я окажется что поедем вот последний угол конечно некорректно поставил тем не менее сейчас залез на верхнюю не залез с 1000 грингу дабл джамп здесь не получился тоже по идее минус цпм как мы говорили важно очень делать дабл джампы да 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 остановился зачем-то подумал ракеты да 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 для vaiestli из-за того правил phones ой 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 илья вara здесьMartin использовал купался от пола как-то если сверху рамку не заюзал и ну пока очень очень не очень хотя финишная мая достаточно бодрая если можно и такие такой называть далее дм на 2 секунды побыстрее ну плей плей начинал с буста не очень хорошо застрепил попал нормально на рамку пытался еще сделать буст еще плазмоджамп и ничего не получается сейчас ну 68 нехорошие но тем не менее хотя бы не немножко по нигде не критичны здесь принципе тоже достаточно хороший угол на тысячу вылетел я сделал добыча очень высоко очень быстро поднялся чуть-чуть даже от цены набрался просто немножко здесь людей не больше опустил опять же хороший добыл джамп здесь по стенам за кофе не отходил самого краешка да он не поднялся 83 и 74 допустил потом вниз 69 забирается наверх по моему не остались ракеты звук тоже но у него ну давай залез да хорош ну тут пободрее тут уже используются стены хотя вот этот подъем не очень эффективнее но в отличие от прошлого прохождения он о еще есть целый багом офигеть вот это красавчик на 2 секунды быстрее так котейка что у нас дальше 4 граф да play 1 44 2 обошел на 4 секунды аж почти буст почти драма учился он использовал ракета чтобы наверх залезть наверно будет делать да пошел на джампад вот 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 просто вертикальный он вылетел наверх как-то вылетел интересно специально упал вниз я кстати возможно да просто так выкажется по прыжкам что если сделать по прыжкам и сразу заплазнить да 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 ну тут когда он начинал плазмить наверх сразу поставил очень хороший угол это в принципе Сашин такой критичный минус потому что угол очень важен когда ты ну начинаешь плазмить наверх здесь плазмить немножко не сразу начал да и он плазмить очень хорошо получился что это что это что это за уголом за оригинальный клип котейки идет приз странный какой-то такой подъем был ну классный может быть забыл то что что надо плазмить здесь еле еле как поднялся и заключительный туда да достаточно хороший подъем и много-много скорость ой как много скорости я жаль немножко пропустил если немножко потерялся в пространстве тем не менее прошел и тем не менее пошел быстрее чем чем несколько чем дм на 4 секунды и чем ильяна с 6 1 43 и 8 вы бст это левист начинал с гвб и как ты собственно они просто объединяются это из клан арены есть тоже делал все как ты но это видел да я думаю завершен хорошо заклимбил да не получилось да прошел он точно за тобой не помнишь что здесь без дабл джампа и ракет у тебя же его он видимо хочет использовать лукой в другом месте потратил 2 2 ракеты как раз здесь хорошо залетел тоже везде углы принципе хорошие здесь у нас не хотел да хотел но пришлось гранаты 28 подъем желает лучшего хотя по прыжкам до 43 он закончил то есть где-то 15 секунд он проходил до фагу следующий год мира и ники наверно как там по-другому будет ну давай смотреть play мира и никита из какого-то аниме я не помню кто да ну это наш это наш американский друг six и две ракеты использовал на старте не очень хороший угол для плазма кумба и последнюю ракету использовал в общем то все ракеты использовал на старте и и зачем выдвигал эту штуку штуку делал лоб достаточно неплохо поднимается вот сейчас он да 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 последний угол не очень хороший на то имени достаточно хорошо вылетая делал два прыжка и тысяча сто почти на вылете и сдавал дабл жанку дабл жанку дабл жанку но тоже поднял с вилами неплохо бусты не делал бусты не делал здесь тоже ну это бусты дабл жанку поставил не очень хороший угол сделал дабл жанку все равно с тем же самым 61 градус это же прям всем не очень вырви глаза вырви глаза как долетел не делал здесь сейчас единственное то что кнопку влево слишком было держать поэтому его в конце начало откидывать да и делал сбор столов да 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 за плазмой наверх просто без силы в конце 7 где-то на секунду до встречи в будущем вы показали в которой рискались и бежит самол 42 что он написал спасибо энтер и вуди за уроков и обзор необходимы необходимо без них изучить дефрак нет или или он хотел сказать типа невозможно без них изучить необходимо но он не совсем русский он из белоруссии насколько я знаю и он очень давно уже живет в штате в америке не помню флорида нет это где-то где-то в общем живет в америке он иногда даже в дискорде появляется очень забавный классный чувак и спасибо тебе за такой комментарий хорошо что он останется в обзоре в наших сердцах всегда следующий кипиш из челябинска 1 38 play обошел на 4 секунды но если так подумать то предыдущий как раз и потерял эти 4 секунды по-моему на подъеме какой-то на 1 таймил гранату шокер отлично быстро развлечил наверх использовал рампочку и интересно прохождение ну за оригиналь все равно это как будто расстроился ну блин у бригада там 3x в эту рампу это очень жестко здесь он даже чуть выше забрался да из нью-джерси из нью-джерси сикси у него сначала 74 было а потом он поправился 70 не поставил да ну все равно хорошо что смог заедиться возьмите браться здесь кстати очень хороший угол 6567 ой ну вот это поворот у него очень классно получился и здесь тоже очень хороший угол 64 в принципе какой нужен чтобы высота была и и скорость набиралась здесь хороший семь стадий очень быстро поднялся вверх и делал просто или как 24 так вот 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 да очень быстро прям жестко как так следующий n годы деда россия онлайн тайм досмотреть так что же он тут сделал такого все ты ракеты потратил поставлял в эту штуковину с прыжка сделал так соберешься 6 или еле до самого крашка до 59 очень плохой учете томик бедуля ты че сейчас правильно он же дед потом только получилось что тебе филиппе нормально страна ты сам ибо фига 119 из целых багов из этого тет 12 секунд где то не было мафога следующий мягкий пуз 126 на 10 секунд еще быстрее ну что же на смотреть play где же нашел эти 10 секунд кажется просто бабу стать не хорошо бы на подъеме 70 дел еще бус мягкие пусты возгоритет делает сразу начал может быть и он просто может часто получалось что он возьмем раньше чем мне кажется просто бился головой в этот да а может быть очень быстро даже густую и здесь звука кеда да и ракеты в чем панда красавчик с моделькой да я пошла ой и тут и что запоролся но но в целом целом очень угол по стенам мой запрос угол по стенам очень даже хороший держал поэтому на бухгу можно было чуть побыстрее если бы правильное выставил да так все основе прохождение с пустами прям где надо и но очень классно прошел мне прям понравилось ну что же что давай дальше следующий avenger 125 008 пошел на полторы секунды play как вверх как вверх как у него стало справа сразу наверх двоих сделал вниз вот это да очень классно словил хорошие углы кстати он же вроде поднялся часто с вылета на плазме и для песенга сделал плазму джамп этого толпы кто-то чувак просто шарит сделал буст на 740 все равно это много быстрее чем просто стрейф к сожалению не использовал кстати крутые стенки чтобы скорость тебе сразу после подъема придавать делал в принципе как я вот это хорошо поднялся и не оказал хотел бы отстрелиться от ракет не казалось что через next а вообще он собаку до да сейчас мы ходи он выиграл очень очень много но это роде это светский ты фраг тут уж на куда не денешься его опыта ну чтож следующий undead gravity россия кирова обошел на секунду рассмотреть play ну тут если бы вроде как ты говоришь не делал 2x просто заложил намного быстрее да гравити уже использовал две ракеты тоже проходить через лево делает букву этот об неплохие вы принципе показали здесь будет много скорости очень ой-ой тоже использовал где-то как ты в эту стену хорошего в рамку 69 угол не хотят ли не окрутиться переключиться на боковую стенку на правой гавы как бы сейчас не уже ракет есть джампат его использовал и с словом не залетел видимо хотел но увидел что не получается и решил через низ просто пройти ваше до 111 зашел немножко нужно увидел как деталь есть да конечно ну можно быстрее но ну можно судя по тому что он не топ-1 можно пазы тре 1 21 и 9 да у нас да хейз да россия давай смотреть play ну два господил три бута даже два ракета дело тоже через зуб у ее как за таймингом хорошие углы поднимается очень хорошо вылетает здесь от лишнего не воротил просто ели как доплазмил через джамп и просто тоже казалось что не и здесь даже не делал только стихи здесь ракеты немножко все плазмичу помог и переплазмил все что нужно прыжок и главное завязывали в фугу зашел болевить пошел для цел бага просто развернулся все все на цел багах пролетел очень класс что-то написал а топ хотел еще в оффлайне зачем-то может быть мин случайно пришел посмотреть какой у него тайм но на сколько он медленный следующий зэк юн белоруссия 1.19 обошел на 2 секунды нет на 2 почти 2 и почти 3 рассмотреть play очень много густов хороший на блажан хороший ригу на это получилось да был джамп классный еще и ракет использовал и еще буст заплазнил самый верх ты конечно да и не получился еще не надо немножко по таймингу к слову сделал хороший густ реализирующийся использовать а у него там я не знаю остались ли посмотрим да оставалось еще три ракеты мог бы использовать их раньше намного ну у него видимо были свои планы и и и последний да мы видим какие очень быстро до туда без цены пары к сожалению целый бак не получился дни на 2 секунды чем у предыдущего медленнее но все равно без таких очевидных косяков принципе смело есть секунды быстрее м факс чилийский братишка который у нас показывал в них неплохие результаты на стрейфе на онлайн копах но это смотрим play итак два два бустта у нее получилось на 1300 почти стабл джампом он залетел наверх в принципе второй раз хорошо что не получился иначе война на всему еще хорошо бывал под дабл джамп еще есть еще здесь еще здесь просто правила смену еще густ вообще это вот он вот он показывает что он не только стрейф имеет играть потому что живет достаточно далеко от серверов сужение бфг у него получилось очень медленная секунда он при том не больше потерял да так все неплохо но сколько народа пошел следующий нуб зорн франция занял он второе место обошел на 9 в общем нам 9 до 9 секунд среди ну так у кого что давай смотреть play давай ну у меня 107 но так что он на 3 секунд нет мир не утешил себя хорошо он дабл джамп еще густы он вакет есть да не занимается достаточно медленно с 3 секунды так же сделано боковые стенки использовал возьмем вылетел из т.п. не очень хорошо сразу к стенке бой сроки там таймил эту рамку очень кстати классно после подъема еще брус хотел ну что ж топ-1 занимает вузе теперь воде ну чтож как-то там умудрился столько снять ну давай посмотрим на 2 смотреть play 102 это файл онлайн нет нифига себе ты две града таймил да нифига себе ты все тут это все это все за жесть такая здесь отлично тут можно было на вкус не получился там я из-за него потерял около пяти ста круто прошел офигенно самое самое начало дайте помедлить да и сначала сейчас давай в кутри в кутри да давай 05 скил 0.5 что там демос так в кутри в кутри у нас топ-1 занял бриган 122 смотреть play тайм скил 05 будем 3 минуты смотреть демку но что поделать сначала он кидает гранату под себя чтобы ее словить прыжка и принципе ловит и она нормально начинает стрейфить волстры халпбитом как нормально попадает зоны отлично приземлился прям перед рамкой чтобы заплазмить и подняться хорошо о прям до самого краешка допрыгнул до хиста и с хистом с несколькими прыжками запасный 900 1 1 2 2 2 ракета взорвался сделал 3x и из 3x и плазмы и завязали за это наверх я думаю в цпм это можно будет как-то можно реализовать но если ты потратишь все три ракеты у тебя ничего не останется нет нет там просто одну может быть с даблджампом типа сделать там же у тебя больше скорости там рампа не такая крутая как правая но тогда бесполезно но подвеси рампу более-менее хорошо получается попадать да здесь он за черепа попал очень сильно накидал кстати гранату да кинул он пас на гранату так чтобы она вот здесь вот прям колл краешка и поймала ее саморачивал просто очень правильно и прям к дтп допрыгнул здесь он да здесь уже не переключится просто так поэтому пропалзнул все что можно прыгал вниз и здесь при западении правильный угол прям попадал в эту великую пинточку почти угу хорошо создавим ракет да отлично кстати подлетел не не высоко до потолка прям как надо ну до потолка вообще надо он тут вопдил в бок и так можно если поставить это м сайт там побольше чуть-чуть его конечно стенка откидывает это уже внутри но он маленький на маленький он поставит на сайт восемьдесят поэтому у него получается нормально тут стенки использовать на стенку на целбак не попал 122 сейчас подожди-ка я быстренько гляну в онлайне сколько рек у него 122 так сейчас сейчас я уже смотрю 127 рекорд на 5 секунд до нас жестко ну что ж давай смотреть лай давай люди тут вначале я пробовал пять бустов в принципе это быстрее но не так чтобы много не знаю как это быстрее чем играть 1300 у тебя скорости это плохо стоит приблизительно такая же как здесь на 1400 1400 конечно ну это среднее такое прохождение у меня получилось то есть обычно там и на 1500 как-то с ракеты и первые там две гранаты на 1400 ну такое среднее хорошее прохождение получилось но я бы еще улучшил я видишь еще боялся что ты там что-то отправишь дикой так я такой страшный таки не делал записал классно пуст жаль не получился но я не растерялся обычно там как-то на автомате уже после получился килки я решил обратить в этом плюсы были углу вроде нормальный надеюсь здесь не здесь отлично отлично да ну было 6 по 6 500 но я не знаю видимо чуть-чуть не так ну ну в общем тоже что ж что ж да что можно сказать вот такой вот он был варкап номер 100 как там 92 92 до 8 маркапов еще еще очень много это 8 недель это два месяца сейчас мы перед я переключусь на браузер так надо взять бс браузер вот как вы видите у меня на экране это у меня дфру открыт к сожалению на данный момент у нас еще новость не появилась о результатах а мы их уже записали сделали но если посмотрите есть здесь ссылочка на сайт defocomps на который можно перейти у нас загрузится сайт defocomps на котором как раз тоже публикуются результаты и на нем как раз есть вот эти все демки все можно посмотреть прокомментировать которых много комментариев и в общем на этом сайте тоже у нас вот можно будет посмотреть результаты вот кроме нашего официального потом здесь и не тоже появится что дальше кстати на дфкомс вот видим мы недавно совсем появился видимо когда во время того как мы записывали обзор появился рейтинг кто сколько получил рейтинга то есть даже последние места они получали вот по десять и с определенного какого-то момента начали начал возрастать то видимо 106 ну там какой-то формуле он высчитывал то есть присылаете демки будете получать короче рейтинг также рейтинг будет будет рейтинг получаться при участии на онлайн капах онлайн кап следующий будет напоминаю всем кто может быть не знает 18 февраля в следующее воскресенье написано 17 а это окончание это варкап ну то есть у нас закончится варкап в субботу закончится варкап воскресенье будет да воскресенье же он будет да да онлайн кап будет воскресенье да онлайн кап будет воскресенье и наверное так же в субботу мы начнем еще какой-нибудь следующий варкап посмотрим обязательно на демом я стартовал варкап номер 193 это на карте r7 сплинг которую можно вот посмотреть скачать попробовать пройти карта в принципе интересная много всяких пушек всего всего такого да даже есть шафт да много всего карта в принципе от я не знаю секунд 40 около того проходите присылайте будем обозревать все такое ну что наверно все ну пожалуй да да присылайте рынки всего хорошего всем спасибо за то что смотрели за нами лайкайте комментируйте смотрели за собой да лайкайте комментируйте подписывайтесь на все что можно и все давайте всем удачи всем пока 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 пока